Я таки до сюда доехала. У меня тут висит такая туча снова и перед этим громыхала и сейчас громыхает. Дорога не совсем до дерева и тут у меня особо проезжая. Естественно трактор ездил, все накосили. Это вот если так лицом стоять, то я к нашей деревне практически. Вон то дерево. По-моему, на болезни напоминает больше какой-то кост. Сейчас доведу велик, попробую подойти может быть. А может это другое дерево. Он просто уже теперь знает, что сюда можно проехать. В принципе и так ясно было. Попробую может быть завтра или в четверг сюда еще раз подойти уже, может поближе. Вот это дерево. На самом деле, я оттуда не очень поняла и не узнала. В общем, вот куда я хочу потом проехать. Сейчас уж не стала ехать. Во-первых, очень тяжело идти, нисколько потому что дорога хреновая. Давит, очень погода. Не то чтобы жарко, душно. И вот громыхает хрен с нами. Он пойдет вдруг. У меня тут такие тапочки. Жалко как-то их вот. Ну и я думаю, что все-таки попадается трава мокрая и по траве не очень удобно идти. Завтра, если будет нормальная погода, хочу утром съездить сюда уже наискосок. Пойду к этому дереву. И да, я сейчас увидела бутнула у меня в вайбер. Тут иногда ловится сеть. Отправить, правда, не получается сообщение. Но иногда что-то прилетает. Без меня меня женили. Лёля смотрела роль из Тюмери, которая посылка последняя была. Ролик одной мадамы. Как выяснилось, внезапно без меня меня женили. Я вообще офигею. Я очень в офигею. В общем, побольше здесь из-за этого камеру включила. Блин, еще меня комары жрут. Ну, когда вот такая погода. Может быть, даже и не будет. Но так как вот это все давит. Немножко парка. Недавно была гроза, но буквально час-часа полтора назад. И сейчас вот облепляют всякие мошки из-за этого. Несколько дней назад вечером было такое, будто бы дождь будет. Но дождя не было, конечно, не собирался. Но комару было же море вообще. По-моему, за день до того, как моя родня приехала. Короче говоря, вот то дерево, еще раз приближу его. И завтра я постараюсь утром к нему подъехать. Ну или, по крайней мере, днем. Потому что хочу еще доехать, дособрать свою, которую назвала черную смородину. Родня вчера похвасталась про эту смородину. Замечательный дядя Вася. Таки сделал мне воду. Я там слышала, что в рульоне пруда что-то такое жевелилось. Но я думала, что это... Ну, не думала, что это он, когда уезжала покататься. Кстати, вот попал все-таки под дождь. У меня слетела цепь. Мне дядя Буря ее одел, затянул, притянул. Все вообще о жюре. Я в небольшом афиге нахожусь, потому что, допустим, так вот. Однажды у меня была в гостях одна знакомая девочка. У меня были красивые сережки. Медицинская сталь и полудрагоценный камень. Еще сережки всякие разные, серебра. Какой-то там браслет, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот мне девочка это говорила, но она позиционировала себя моей подругой. Ну, знаете, я не знаю, у кого как, но реально ли, может быть, можно назвать человека подругой, другом вообще, если он эмоционально пытается гнобить другого человека, которого как бы именуют другом. Мне говорилось, что ой, такие красивые, но ты же их не носишь. А я один-единственный раз их одела, и вот как-то не получалось. Не было подходящего выхода, еще что-то, допустим. Если я их на данный момент не носила, это не значит, что я их не стала бы носить в будущем. Серебряные сережки-гвоздики в виде цветочков у меня были комплектом вместе с браслетом, подвеской и еще чем-то там. А, и колечком. Ну, и, короче говоря, после ухода, там спустя уже какое-то время, после того, как я увидела видеообзор, где-то выдавалось, как я втюхала. Я прям практически вот, ну, возьми, 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 вот это вот возьми тебе, якобы подарила. Я увидела свои вещи, которые у меня пропали после ухода одной мадам, вот той самой знакомой. И сегодня я вдруг узнаю, что, оказывается, я их ей внезапно снова подарила от людей совершенно, как бы, других, не от нее, а от других совершенно людей. Скажем так, от моих очень хороших сетевых знакомых. Можно сказать, уже сетевых друзей моих, да? Ну, я не знаю, можно подписчиков назвать друзьями? Если эти подписчики хотят быть друзьями названными, то пусть будет так. Ну, или очень хороших знакомых сетевых, от моих очень замечательных подписчиков. Так, оба из них в разный период времени поддерживали меня, в том числе и канал. И морально, и не морально, скажем так. И вот, внезапно я понимаю. Практически конец сурового дня. Так вот, оказалось, что Вася еще не приходил. И когда я его увидела, поблагодарила, оказалось, что, короче, фишка такая в чем? Когда много воды в пруду, то и насос наверху, ну, в смысле, в воде. А когда вода опускается, то насос надо тоже опускать. В общем, он мне ее сделал, эту нашу воду. За что ему снова большое спасибо. И вот сейчас у меня будет ужин. Ну, там чайник, кстати, докипает. Тут у меня колбаска. А то сегодня перепало куриных шеек. Здесь у меня исключительно зеленый салат. Нет, у меня есть помидорки. У меня своих две было еще. И которые тетя мне привезла вчера, оставила. Я что-то так посмотрела, когда сметаной стала, ну, еще до сметаны закидывать. И подумала, что бы мне оставить это вот с таким зеленым салатиком. В общем, у меня там огурец малосольный, ну, полторы штучки, еще полторы осталось. Я с собой брала три штучки. И только сегодня вот его распаковала. Я в пищевую пленку заворачивала, в вольгу, потом еще раз в пищевую пленку, уже в пакетик. Потом листья салата и еще огурец, уже свежий. Причем тот, который мне тетя привезла, и, видимо, ну, у меня с тремя огурцами только такое случилось. А, видимо, это те огурцы, которые лежали рядом с заморозкой, которая потом раз в руку попала как раз куриные шейки. У меня там несколько еще пельменей. И некоторые части огурцов подморозились. Ну, прям интересный такой вид. Ну, тут еще немножко соли и вот сметанка как раз 15-процентная. Вот это вот колбаска, кстати, Великолугская, вареная. И вот тут яичком яичек, мальчик, привезу. А это хлеб, кстати, и их у меня еще, вот моя половинка черного еще осталась. Но я ее, так как она была уже вот 6-го числа купленная, я ее убрала вчера в холодильник на случай, ну, вдруг чего с ней случится. И пока я тут это готовила, я поняла, что надо бы здесь тоже иметь фарточек. Ну, я тут до 20-го буду. То бишь на следующий год, ну, или там в сентябре, если еще приедут, планирую еще приехать сюда фарточек захватить. Думаю, что у бабушки изначально тут тоже был фарточек еще до нашей этой большой трагедии, до 99-го года. Потом я что-то уже не очень припомню его. Был же этот фарточек на ней. Может быть, еще был. Так что вот, да, я тут понегодовала-то. Я думаю, это все в серии тех людей, которые вот сегодня говорила, что, допустим, к своим вещам хорошо относятся, а к чужин, которые берут, допустим, во временное пользование, плохо. И серии таких не очень хороших людей. Ну, спасибо Лёвечке за ее поддержку в СМС. Да, я думаю, что плюнуть и растереть. Это про тех людей, которые выдают желаемое за действительное и пытаются за чужой счет как-то выделиться. Плюс еще, ну, тоже, я думаю, желаемое за действительное можно отнести к этому, потому что если кого-то гнобят морально ради своей выгоды, ради получения какой-то вещи у этого человека, даже если человек не дает добро, а потом эта вещь оказывается у другого человека, то это, ну, никаким местом не дружба, никаким местом не подарок, ну, и вообще. Ну, как бы, как сказала однажды моя подруга, я, правда, не помню точно, кажется, я всегда путала и как-то по-другому говорила. Ну, в общем, как карась в кустах черники. Я, ну, рояль в кустах. Вообще там, там лосось, по-моему, был или карась. Ну, короче, как карась в кустах черники, то, что мне сегодня сообщили, вообще, на самом деле, это сообщили 8-го, 0-8-го, но сообщение вот не прилетело, когда я ездила по круговой в попытках подойти к тому дереву. Ну, в общем, как бы сказал другой человек, Господь с ней, а я скажу и Лаерни с ней. Кому будет интересно, можете почитать. Она в двух местах у меня упоминается, по-моему. Вообще, в прошлый приезд тут одну фишку подумала, как бы отредачить интерноспират, потому что, знаешь, у меня там все-таки есть, попадались опечатки, хоть я ездила в 2007 году с ней на семинар в Союзописатели Ярославской области. Но, в общем, я знаю, что там есть опечатки, и думала еще как бы зачитать, может быть, при записи. В общем, зачитать как с монитора я это, или зачитать на камеру, или же вот редактировать с монитора, соответственно, и записывать с монитора, ну, и вслух-то зачитывать. Фишка в чем, когда я делаю редакт чужого перевода, я почему-то, ну, в два захода обычно делаю. Если это, конечно, не редакт статьи, в некоторых местах, вот если редакт статьи ВКонтакте, то я, если у меня мозг устал, но хочется работать, я читаю вслух. И если вот это второй прогон, ну, сначала как бы форматирование насчет цветов, какой жирный, какой косой, звуки и так далее, сверка, а потом уже как редакт я читаю вслух. У меня почему-то так вот воспринимается. Если я мысленно прочитаю, мне кажется, что-то я упустила. Если я прочитаю вслух, то я понимаю, где ошибка, ну, что нужно исправить. Тут найду, смотрю. У меня там чайник съепел, сейчас я буду ужинать. Правда, поздний ужин, да, у меня тут это полтора банана, я хотела сначала бананами поужинать, потом думаю, все-таки мне сделали воду. Теперь можно не так уже бережно трястись над каждой крупиной капелькой воды, что теперь есть возможность нормально помыть посуду, можно сделать, нормально покушать. Я думаю, что на сегодня всем пока это был 10 августа 6, 7, 8, 9, 10. Пятый день моего бытия в деревне. Довольно сложный день.